всем привет не могли не показать вам вот эти цветочки такие интересные даже не как они называются как будто большие-большие ромашки огроменные просто гигантские как мальва и вот эти посреди сколько здесь цветет сейчас я уверена сан-диего тоже весь цветет сегодня снова пасмурно кстати прочитала в одной из групп наших которые там в фейсбуке по-моему девчонки бояре то они в сан-диеговской истории в сан-диеговской встречи какие цветочки 1 написала показывайте как бедно живут в америке люди показывайте всю правду как в шалашах живут нечего цветочки показывайте океан показывайте всю правду матку это конечно нужно потрудиться чтобы не цветочки показывать как люди в шалашах живут это нужно я не знаю это потратить определенное количество времени найти это чтобы показать от цветочки красота и как сказать там океан это запросто что такого тут кругом вся красота и уют и люди везде хорошо живут а то чтобы найти как сильно плохо живут есть такие конечно примеры но нужно постараться нужно специально за этим ехать чтобы вам показать такую экзотику у людей которые нету дома у них есть такие трейлеры и люди в них живут у которых дома нет есть люди которые без трейлера живут в калифорнии на улице жил потому что в калифорнии тепло они могут спать на улице особенно в сан-франциско там много бездомных бывают такие люди которые живут под мостом бывает сожалению разные ситуации что делать что что куда испугался ситуация общем разные бывают и бывает плачевной конечно же что люди оказываются за чертой бедности но все же это их малое количество по сравнению с успешными людьми в америке всем привет сегодня суббота мы в парке здесь всего один мальчик с дедушкой и с папой и его наши ну и мы его как всегда конечно же на велике раз она научилась на двухколес на до теперь ты ее любимое занятие развлечения я вот сейчас виталиком поболтаю и буду читать гордость и предубеждение на английском языке то мой сладкий поезда я не очень поняла что что нужно мальчик русскоговорящий ой думал это бабочка красивая он часто тут бывает сева играет и они он любит рисовать все изрисовано мелками а он там гугловский велосипед сейчас папа мальчика катался сейчас дедушка будет на этом гугловском велосипеде кто-то его сюда пригнал часто по городу встречаешь видимо угоняет и бросает где попало эти велики гугл мы видели даже возле фривей до 1 а папа будет читать книга джунглей книга джунглей а я к ней гордости предвреждения книга детства ридьярд киплинг как мне велосипед поставить дедушка какой молодец интересно здесь только книга джунглей или есть еще другие ну начнешь читать я тоже начну читать елочка ты будешь играть и и и и и и и Вот видите, хорошо Виталика понимают и Виталик Виталик может непринужденно побеседовать А тем временем у наших соседей ничего не меняется Носки как валялись, так и валяются Сколько времени уже прошло с того времени, когда мама это показывала Но правда надо отдать должное Куда-то делась вот этот засохший цветочек, орхидея с горшочком Носки не убрали, а горшочек, может кто-то вернее проходил да выкинул Я не знаю Я пошла денежку поменять на стирку Слушайте, это какая-то на самом деле игра Как один написал, да, я снимала там, где денежки меняю Вот в прачечной Говорит, это как игра Зайди и типа незаметно обменяю что-то такое Вот я сейчас зайду, незаметно обменяю 10 долларов Потому что нет квотеров, а мы стираем на квотеры Сегодня у меня большая стирка, вчера большая стирка Сегодня, в общем, спрашивали насчет того, как мы, что там насчет учебы Мы закончили учиться Но у нас сейчас, как бы, перед тем, как пойти на практику Нужно там некоторые процедуры пройти В общем, клиренс, вот это все записываемся, все это делаем В общем, мы в процессе В самом разгаре процесса Перед, перед, как его Натерншип Перед практикой Только что сказал это слово, я тут же забыла И вообще уже Вот, так что Мамочки Так что, вот так вот Скоро, надеюсь, может быть, что-то у нас получится с практикой Я не знаю Видите, мы же первый раз учимся Ну, в таком режиме Я понятия не имею, как оно Все будет дальше В общем, не знаю Так, спрашиваем У кого, что, как Вот спросили У Юли, вот, которая училась Я говорю, что хоть происходит там на клиренсе Но она нам подсказала Что там нужно будет Тест-кейс написать Баг-репорт SQL Пример Решить там Ну, как бы, на вопрос ответить Как бы Вот И История о себе О проекте Ну, в общем, все такое Все такие вот вопросы Вот Так что Мы в самом разгаре готовимся Все это Все это происходит как надо Все это не быстро И не прямо сейчас Но надеюсь, что все-таки Мы не будем с этим долго Ну, не затянется у нас это, надеюсь Потому что надо бы поскорее, конечно, и практику пройти Поскорее все это уже и работу Ну, мы как бы попутно и работу ищем Смотрим Предложения на рынке И резюме свое В общем, все Сейчас нужно обновить уже резюме Тайная игра Так Дядюку нужно определенной стороной Да, вот так Президента нужно Чтоб в одну сторону смотреть Ну, что такое-то Игра пройдена Тайное вторжение Сейчас пойду стирать Ну, вернее, у меня стирается уже Мне на сушку не хватило Ой, я извиняюсь Я тут У меня карманы опять перевешивают Ну, хоть в этот раз 10 долларов А не 20 Как в прошлый раз Ой, ветер такой Странно Вот солнце так печет Так прям даже жарко А как ветер подует Он прям холодный-холодный Такой ветер Окей, я туда Так что вот так вот Что вам еще рассказать Ольга сестра у меня В процессе тоже Подготовки всех документов У нее, оказывается, загранпаспорта Даже не было Она оформляла загранпаспорт На это ушло у нее месяц Вот скоро она его заберет И будет подавать Вот эти вот В Кентукки документы Ну, кто не знает Она у меня выиграла Гринкарту Моя сестра Вот Так что тоже в процессе Все в процессе Все в процессе И мы в процессе Должно вот-вот Что-то поменяться В нашей жизни И я надеюсь Что мы найдем работу Вот Что еще рассказать Ольга, если Не знаю Сестра Если с мужем Приедут То, наверное Уже в следующем году Либо зимой Либо осенью Не знаю Посмотрим Вот Решили оба Работать Трак-драйвер Ольга говорит Я поняла Чем я хотела Всю жизнь заниматься Я не знаю Почему Она говорит Ну, такая глупая Может быть Но детская мечта И я что-то хочу Ее, говорит Осуществить Хочу ездить На дальнее расстояние Хочу быть трак-драйвером Я говорю Ольга Ты меня удивляешь Говорю Ну Раз у нее детская мечта Такая Ну пусть Тем более язык Пока у них Конечно Будет Вообще Долго еще Никакой Пусть ездят На пару с мужем Некоторые семьями Так и ездят Будут с мужем И с собакой У них боксер С собакой Будут ездить По штатам По городам США Мне кажется Это интересно Я бы с Виталиком Так поехала Почему нет Вот И она уже Прям такая Прям загорелась Хочу-хочу-хочу-хочу Ей понравилась Такая перспектива Ездить Ну она Видимо Туристка Любит Всякие путешествия Любит Всякие Перемены Спросила У Лени Леня Спасибо большое Откликнулся Все мне Рассказал Ну По этому поводу Прояснил Что могут Они сразу приехать И сразу учиться И вроде как Как бы Если ничего Ничего не изменилось То вроде как Женщинам Тоже можно Работать На траке На Большегрузных Машинах Хотя Она у меня Умеет Маникюр Педикюр Делать И стричь Умеет Слушайте Ветер Наверное Все будет Заглушать Посмотрю Если что Не выложу В общем Она умеет Маникюр Педикюр Стричь Но Видите Для этого Нужно здесь Лицензию Получать Чтоб Работать В общем Решили Что легче Будет Получить Права Выучиться И получить Права На трак-драйвер Тем более Что в Сакраменто Можно на русском языке Обучаться Но сдавать По-моему Все равно На английском Но все равно Сдавать легче Чем учиться Правильно Я же сдавала Тоже Мы приехали И сдавали На английском языке Ну Теория на русском А Вождение На английском языке Все Все сообразили Все поняли Сдали Ну и многие Так я знаю Многие сдавали С очень плохим Английским Сдали и работают Ничего В общем Все возможно В любом случае Это легче Чем Чтобы получить Лицензию Маникюр Педикюр Делать Это нужно Учиться На английском языке И сдавать Очень сложный Экзамен На английском языке В общем Не так-то просто А тут Говорит Мы с мужем Будем ездить Ну раз Хотят люди Почему нет Да Правда Хотела показать Какую Вкуснятина Мы для себя Открыли Это теперь Для нас Самый лучший Деликатес В общем Вот такие Вот Лепешки Мы первый раз Купили в Коско Кто Бывает Там Попробуйте Такая Вкуснятина Я не знаю Для меня Так вот Вообще Супер 15 секунд В микроволновке Разогреваем Вот так Вот маслица На одну Сторону Маслица На тепленькую Лепешечку Она так Подтаивает Она не сильно Горячая И вот Эту рыбку Туда Красненькую Она тоже Продается В Коско Многие Ее знают Одной рукой Неудобно Сейчас Вот так Это остатки Сладкие Мы за два дня Съели Короче И вот так Заворачиваешь Эту теплую Лепешечку Какая Это Вкуснятина Вкусняшка Хочу показать Вам Что купила В магазине Milk Pail Который Недалеко От нас Где есть Привычные Для нас Продукты Но сегодня Я пошла За всем Тем Что мне Пригодится Для окрошки Представляете Почти три года Мы здесь В Америке Ни разу Я не делала Здесь окрошку И я вдруг Подумала А я бы Может и не подумала Мне мама Говорит Я окрошку Я говорю Как я хочу Окрошку Эт кваса Я не нашла Но увидела Ряженку Купила Ряженку Но она Конечно же Не для Окрошки Мне а так До кучи Просто Купила Вот такой Большой Пучок Редиски Я уж таких Спонтанных Это тоже Видите Пошла все Для окрошки Купить Купила Вот такие Три манго Желтенькие Они такие Сладкие Такие Сочные Вкусные Манго Есть такие Зелено-красные Но вот я Желтые Больше люблю Зеленый Лучок Пучок Купила Это для окрошки Уже Вот такой Шмат Колбасы Колбасы Не очень Для окрошки Как же В общем С 7 до 58 Стоит Вот такой Большой Кусман Я сейчас Скажу Сколько Сколько Здесь 1 300 Это Это 4 штуки 4 штуки В общем Будет Никто 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 не Удивляется И Всем Барабану Что по-русски Говоришь Короче Немножко По-другому Здесь Вот Уже Как-то Привычно И уже Столько Радости Нет Встретить Русскоговорящего Не Проехать От Нашего Дома Где-то Минут Наверное 5-7 Минут До Этого Магазина На Машине Вот Как Всегда Приду Сейчас За Квасом И Как Его Называют Айраном А в итоге Не Смогу Пройти Мимо Этого Огурчики Такие Молосольные Там Ой Мне туда Вообще В тот ряд Нельзя Заходить Молосольные Очень вкусные Огурцы Все равно Куплю Наверное Не удержусь Куплю Огурчики Что-то Там еще Мне нравится Там Есть Эти Мои Но Я От конфет Сейчас Отказываюсь Практически Как Кристину Посмотрела Как Она Это Самое Дочке Своей Это же Трэш Трэш Еве Трэш С медом Всяких Орешки Ягодки Сушеные Вот этим медом Перемешиваем Вот у нас Конфетки Но стараемся Меньше Конечно Все равно Иногда Хочется Но Там В русском Магазине Если Берем То Грильяж Очень Люблю Грильяж Вот И там Вкусная Рыба Копченая Пироги Такие Вкусные О Вот она Эта улица Чуть Не проехала Называется Blackhorn Blackhorn Если я правильно Произношу Зелененький Вот И Такие Вкусные Пироги С яйцом И с луком Но Один Слушайте Сколько Один стоит То ли Три То ли Шесть Долларов Они Правда Большие Но Что-то Очень Дорого Один Пирожок Там Слушайте По-моему Шесть Долларов Ну Мы Один Раз Покупали Сейчас Как-то Жаба Душит А я Ничего Не особо Это Самое Из меня Такой Пекарь Знаете Тут Позвонила Говорит Лена Говорит Сын-то Твой Позвал Говорит Меня Бабушку В гости Говорит Напек Пирогов С рисом И С яйцом Такая Говорит Вкуснятина А больше Это Не то Что Вкуснятина А то Что Говорит Твой Сыну Мой Вну Говорит Угостил Бабушку Говорит Этими Пирогами Сам Напек Сам Пригласил В гости Говорит Так Было Ей А мне Так как Приятно Было Сыну Лечка Мой Слад Вот Так что Такие дела Приехала Я уже Сейчас покажу Вам Может Если Удастся Ну Вообще Это Михаил Вчера Тут Снимал Что Я буду По его Питам По Питам Все Снимать То же Самое Вы Уже Это Видели Можете У него Посмотреть На Канале Михаила Портного Вот Этот Магазин Самовар Называется На 14 Долларов Купила Вот В русском Магазине Очаковский Квас Полтора Литра По-моему Ну Естественно Вот Эти Малосольные Огурчики Вам Не видно Наверное Но Вкусные Я Уже Не знаю Который Раз Беру Не могу Стоять И Сейчас Покажу И вот Купила Айран И Тан Но Это Поменьше Здесь Я не знаю Может По пол-литра Наверное Каждая И Все Это На 14 Долларов Квас Два Вот Этих Напитка Молочных И Огурцы Откуда Ты взялся Столько Машин Подъехало К Русскому Магазину Ну Вечер Субботы Там Порядоч На Народу Там Все Есть Там Есть И Пряники И Вафельки Конфетки Наши Все Все Причем Очень Рядом Все Близко Есть Еще Вот Этот Милк Пейл Где Тоже Наши Продукты Есть Еще Еще Какой Магазин Мне Говорила Моя Это Соседка Оксана Соседка И Подруга Они Ездят Куда Там Мы Оттуда Никак Не Доехали Все Еще Не Знаю Может Лыска Просто Лыска Какой Мне Наверное Уже Высушилось Белье Я Все Езжу Надо Идти В прачечную Сейчас Быстро Срочно Вытаскивать Белье Спасибо Что Прокатились Со мной Вообще Вы Провели С нами Прекрасных День Два Дяденька Сзади Так Улыбается Прям И Сама С собой Разговариваю Короче Ой Это Видимо Забавляет Короче Видимо Блогеров Не так Много Кроме Михаила И меня Еще В Сан Хосе Один Как же Его Аплайн Себе Который Занимается Наверное Все Больше Больше Никто Здесь Не Снимает И Поэтому Диковинку Ну Это Среди Русскоговорящих Американцев Наверное Снимают Вот Ладно Поедем Дальше Если Вспомню Расскажу Кстати Раньше Так Стеснялась Один раз Помню Как только Начала Ну Только Мы Приехали Начала Снимать Только Начала Снимать И Со мной Поравнялся Как-то Вот Тоже С левой Стороны Машина Ко мне Такой Заглязывает Что-то Показывает Говорит Улыбается Я Вся А у меня Камера Включена Я Все Это Конечно Хорошо Что Прямого Эфира Тогда Не было Еще И Я Так Вся Застеснялась Застеснялась Это Все Вырезала Так Я Думала Ой Че Заны Кто Разговаривает А Че Говорит Главное Закрыто И то И другое Закрыто Ну Как Сказать Окошки Закрыты Я Не Пойдет Не Могу Ну Вижу Что Что-то Он Мне Там Показывает Знаки Одобрения Какие Там Че То А Потом Часто Было Такое Что Знаете В магазине Снимает Там Кто-нибудь Раз В камеру Залезет Привет Тут Недавно Тоже Ходила Снимала Вы Меня Говорит Сняли И Привет Передает Машет Руками Там Тоже Один Ну Бывает Что Вот Так Лезут В Камеру Ну Как Такие Раскрепощенные Люди Молодцы Иногда Некоторые Так Смотрят Типа Че Ты Ходишь Че Ты Делаешь С Кем Тут Разговариваешь Раньше Стесняла Сейчас Перестала Стесняться Сейчас Вообще Стала Более Такое Ну Видимо Почти Три года Блогерства Мне дали Дают О своем Знать Дают О своем Знать Дают О себе Знать Так Что Перестала Стесняться Чужих Людей Стесняюсь Че Снимать Повернуть На них Камеру И Когда Людей Не спросив Начинать Снимать Давай Рассказывай Вот Так Я Еще Не Могу Делать И Вряд Ли Я Когда То Смогу Взять И Без Разрешение Человека Вот Так Камеру Навести И Давай Рассказывай Человек Может Не Ожидал Не Хотел